всем привет блендер 2.91 давайте заставим нырка именно делать какие-то кульбиты заходить в пике выворачивать там поворачивать куда-нибудь чтобы именно не распадались вот эти вот пропеллеры давайте смотрим как это все дело будет выглядеть смотрим выбираем персонажа нажимаем допустим на двадцатый кадр семерка нам пади и просто r перекрутим и g уведем в бок самолет а и давайте ротация поставим приблизим и посмотрим как работаете пропеллеры вы видите что их выкручивается получается у вас не получится анимация полноценная чтобы он именно входил как бы не знаю там в пике там как-то уходил бок облетал остров допустим вот такая штука вот будет вот так вот крутится вот эти вот пропеллеры да для анимации именно так control z control z если вы делаете анимацию просто полета по прямой да все это дело подойдет все будет нормально так где ты тут находишься вот он будет полностью крутится все закрылки работать вперед будет по этой оси лететь нужно сделать чтобы можно было его вертеть крутите вот это все дело адекватно работала так file open don't save нырок под полет давайте рассматривать что тут изменено и так вот есть одна закрылка вторая третье четверто они отделены тут есть тоже одна закрылка так по моему тут до 2 закрылки это значит дарит я тогда тут отделял помню что то запутался так ставим ее назад так тройка нам поди но еще немножко как бы назад и так все отделено вот двигателя отдельно пропеллеры отдельно заставляем теперь все это дело работать адекватно так семерка нам поди единицам нам поди шифт а добавляем арматура сингл болм тройка нам паде ставим видимость я порт дисплей инфронт перекручиваем значит так вот косточку шифт зажатое колесико все это дело передвигает заходим выйдет мод выделяем кость нажимаем move и подгадываем подставляем вот эту косточку вот к этому аппарату так и чуть-чуть и выпускаем чтобы можно ее при анимации было нажимать но видеть не тыкать там куда не надо так теперь семерка нам поди берем копируем shift д эту косточку перекручиваем теперь значит g и подставляем на крыло вот эту часть уменьшаем где-то давайте вот до корпуса увидим вот здесь вот поставим так теперь нам понадобится еще одна косточка shift д щелчок делаем вот такую штуку и подставляем на вот эту часть где у нас находятся винты так вот эту часть чуть-чуть уменьшаем потому что тут у нас уже хвост будет тройка на нападе выделяем кость все это дело корректируем так это значит g где-то сюда подставим это подальше от двигателя чуть кверху теперь единицы нам поделили корректируем косточку крыла вот так вот все это дело вроде бы нормально теперь нам нужно тройка на нападе и вытянуть косточку из этой из этой без разницы давайте поближе возьмем вот эту и вытаскиваем косточку выделяем ее alt p clear parent и поставим видимость via port display кости wire вот это вот теперь они будут вот так выглядит как два кружочка и посередине полоса палка полоса так тройка на нападе выбираем r перекручиваем и как в прошлом ролике подставляем все это дело к закрылкам вот так семерка на нападе вот сюда теперь делаем с английская уменьшаем и подставляем кость вот эту где-то на середину закрылки почему потому что может потом при связывании тянуть вот эту именно крыло приходит придется настраивать веса ну так вроде нормально так тройка на нападе немножко перекручиваем g немножко опускаем и в принципе все нормально делаем shift d щелчок и перекручиваем косточку подставляем ее теперь к этой лопасти чуть-чуть еще подкручиваем выравниваем g вставляем семерка на нападе значит g ставим ее тоже посередине но не доводим близко вот эту часть g крылу чтобы опять повторюсь здесь у нас не было настройки веса потому что будет тянуть крыло так семерка на нападе что еще можно сделать значит тройка на нападе вытягиваем из любого из любой кости е еще косточку вот так alt p clear parent и g ее опускаем ниже для чего нам это понадобится а для того чтобы при анимации когда мы будем поворачивать вот эти закрылки вот эти вот у нас не тянуло вот эту как она называется буйок это теперь вытаскиваем е так control z вытаскиваем е косточку в бок нее тоже выделяем alt p clear parent отсоединяем теперь g подставляем на буйок ну и здесь уже корректируем вот так ну в принципе все а задние еще осталось тройка на нападе значит выбираем вот эту косточку shift d щелчок и отводим ее вот так тройка на нападе с уменьшаем g подставляем ее вот закрылки вот этой семерками нападе и подгоняем к закрылке вот так ну вроде бы все ну вроде бы все так тройка на нападе двойка на нападе семерка на нападе все проверяем теперь вяжем все это дело значит вот эту косточку вот эту кость закрылки вяжем shift выделяем вот эту косточку вот эту вот эту вот эту и вот эту и вяжем все вот к этой кости где находится наш двигатель control p keep offset выбираем закрылку заднюю и к этой косточке тоже вяжем control p keep offset теперь что вот эту кость где двигатель вяжем корпусу control p keep offset так семерка на нападе выбираем пока вот эти двигателя move и нужно их немножко подкорректировать потому что что-то они тут как-то поуползали ну что-то в таком духе да так единицы на нападе что нам нужно еще сделать удалить один пропеллер заходим в edit mode включаем рентген выбираем вот этот пропеллер именно левый делаем delete вертиксы а справа мы будем работать object mode опять же видимость самолета ну вот что-то в таком духе так теперь нужно нам скопировать косточки это значит edit mode 7 на нампаде выбираем все косточки вот эти вот вот с этой стороны делаем shift d щелчок правой кнопкой мыши mirror x global и подставляем на эту сторону есть такое дело сразу сохраняем заходим в object mode и делаем сохранение вот этого проекта на всякий случай save теперь нужно привязать вот этот корпус так вот этот корпус привязать костям выбираем корпус выбираем значит тут эти косточки и делаем контрол пи автоматик виджет все кости привязаны все зашибись теперь что нужно сделать следующий этап выбираем закрылку вот эту и вот эти косточки через shift выбираем post mode выбираем вот эту косточку и делаем контрол пи и поступаем со всеми костями вот этими со всеми закрылками точнее так посмотрите выбираем вот эту контрол пи значит бом эту сторону надо доделать полностью поворачиваем выбираем в object mode закрылку выбираем косточку пост мод выбираем кость контрол пи бом так здесь по моему дверь ага по моему две закрылки тут object mode так джи дэвид и теперь назад вот это все дело подставить надо так ну тут надеюсь такого нету так выбираем вот эту теперь закрылку косточки космод кость контрол пи и продолжаем продолжаем точно так же все делать с этой стороны и и и и и и Ну вот эта вот часть есть. Проверяем Object Mode, выбираем только кости. Заходим в Post Mode. Тройка на нампаде. Мы проверяем сначала лопастя. Значит R лопасть работает. Сильно она не должна крутиться, но где-то в таком духе. Вот она тут G. Вы видите, что ничего она за собой не тянет. Все, можно будет ее крутить. Так, это дело есть. Настроим теперь вентилятор, пропеллер. Единица на нампаде. Выбираем пропеллер. Нужно прописать ему анимацию. Или давайте его сначала привяжем к этой кости. И к центральной кости, где двигатель, привяжем Ctrl-P, Bond, Object Mode. Выбираем теперь пропеллер единицы на нампаде и заставляем, как в прошлом ролике, вертеться его. Прописываем и ротация. Ставим на сотый кадр. На сотый кадр. Н панель. Открываем вот эту ротация, локация и по Y у меня. Вот он, видите, как крутится, да? Нехорошо. Ctrl-Z. Настраиваем Object Set Origin. Ориентация по центру и масса. Вот это вот. Теперь смотрим. Вот так, да? Ставим тут 360. Enter. И английское нажимаем. Прописываем кадр. Ставим 100 кадров. Enter. Проверяем, все крутится. Потом, как обычно, замедляется и нехорошо получается. Ctrl-Tab. Заходим в другую настройку. называется она Graph Editor. Теперь открываем все кости. Выбираем A, V, английская, вектор. Теперь выбираем ось Y, N, английская. Находим модификаторы. Ставим модификатор генератор. Смотрим, как он крутится. Сездец как быстро. Ну, для полета это нормально. Ну, здесь вот в нижней части давайте немножко его уменьшим. Ну, так пусть крутится хотя бы. Object Mood. Значит, Ctrl-Tab. Таймлайн открываем. N панель. Закрываем клавишу N. Делаем Shift-D. Вентилятору, пропеллеру. И делаем Mirror X Global. И перетаскиваем на эту сторону. Тройка на нампаде. Единица на нампаде. И давайте, наверное, вот еще что сделаем. Это получается у нас один пропеллер. Это второй. Два пропеллера. Да? И вот этот пропеллер привяжем к этой косточке. Ос. Мод. К этой кости. Ctrl-P. Бон. Так. Object Mood. Все крутится-вертится. Все нормально. Так. Корпус зацепляет. Да, зацепляет. Значит, вот этот пропеллер мы чуть-чуть в бок уведем. И этот пропеллер тоже чуть-чуть в бок. Так. Сделаем ему S. И вот этому пропеллеру тоже сделаем S. Я слишком близко, наверное, подвел их. Так. Единица на нампаде. Этот, значит, по центру. Ну, и этот тоже корректируем. Тут теперь можно так делать. Крутится-вертится. Все. Ну, в принципе, все. Что? Теперь делаем пробную анимацию. Да? Итак. Значит, что? Выбираем косточки. Заходим в PostMood. Ставим на первый кадр. Единица на нампаде. Семерка на нампаде. Прописываем, значит, первый кадр. А, И, локрут. Теперь на двадцатом кадре. Р, все это дело разворачиваем. Пишем А, И, локрут. На сороковом перекручиваем Р в эту сторону. И, локрут. На шестидесятом кадре. А, на восьмидесятом. Перекручиваем двадцать сорок, да. На восьмидесятом. Р. Перекручиваем в эту сторону. И, локрут. Ну, и ставим, наверное, это по двадцать выходит. Это нам еще нужно сорок. Ставим сто сорок кадров. Так. И ставим теперь, значит, сотый. А, нет. Сто двадцать надо. Сто двадцать. Не, все правильно. После работы еще подтупляю. Значит, получается, восемьдесят. Это, значит, сто двадцать. Если, так. А, не, правильно. Сто и сто двадцать. Да, сто двадцать. Сто двадцать. Здесь, получается, тогда не восемьдесят, а ставим шестьдесят. Здесь ставим восемьдесят. Единица нам в паде. Р. Перекручиваем кверху. А и локрот. Теперь на сотом кадре семерка на нампаде. Р. Перекручиваем вот так. А и локрот. И на сто двадцатом, ну, чтобы уже конкретно он работал нормально, единица на нампаде. Вот так перекручиваем. Перекручиваем R вот так. Боком. Ставим его. И семерка на нампаде. R вот так. Костяную его перекручиваем. А и локрот. Смотрим. Отключаем кости. Отключаем MOF. Итак, на двадцатом кадре пропеллеры нормально. И вот вы видите, что они не распадаются, они крутятся во все стороны. Четко. Зашибись. Вот такая штукенция получается. Теперь вы можете это значит Delete Keyframe и сделать полет этого персонажа даже с мертвой петлей. Так, тройка на нампаде. Значит так. Первый кадр. Двадцатый. Разгон. А и локрот. На сороковом разгон и подъем R кверху. Так, чуть-чуть вот так, наверное. Помягчего. А и локрот. Смотрим, что произошло. Вот он взлетает. Теперь значит набирает высоту на пятидесятом, наверное. Пусть он все-таки ускорится. Все-таки разгон. G сюда. R сюда. вот так вот. А и локрот. Значит, потом верхняя точка он должен замедлиться. Перекручиваем его R. G подставляем где-то вот сюда, наверное. А и локрот. А и локрот. Смотрим, как все нормально. И здесь замедление. И на восьмидесятом кадре значит R. вот так. И поставим его где-то вот сюда. G. А. И локрот. Перенесем 70... 80-й кадр 79-ми G на 120-й. Вот так. И теперь смотрим, где траектория. так, значит 120-й. Давайте уведем вот сюда. А. И локрот. Так. G. И смотрим, что получилось. Вот он уходит. Так. На восьмидесятом R перекручиваем. G его выводим вот сюда. Можно даже уже здесь его перекрутить как-то. Ну, просто вот так вот не видно. Так. Ctrl-Z. Единица на нампаде. И вот так вот R перекрутим. И локрот. Ну, и в принципе, что? Вот он заходит на посадку. Семерка на нампаде. Вот мелко. Так это что тут? Плюсуем. Что тут получается у нас? Так. Единица на нампаде. Значит, это R. Семерку на нампаде R. Ее тоже перекручиваем. Единица на нампаде опять R. Тройка на нампаде. R. Задираем хвост и G. Вот сюда, наверное. А. И локрот уходит. Петля и вот этот 119-й кадр подтаскиваем сюда поближе к центру. А. И локрот. Получается, вот такие петли можно делать или пускать его уже по кругу и по пути. Ролик по этой теме тоже есть на канале. Ссылку оставлю в описании. Итак, вот такой простейший пока R. Вот так все здесь дело работает. Можно также подключать к анимации вот эти движения закрылок. Пускать этого персонажа опять же повторюсь по пути. Ну и уже фантазия ваша. Все, всем пока, до свидания.